Здравствуйте, уважаемые подписчики! Кто меня не знает, меня зовут Дмитрий. Много лет я снимаю ролики про то, как переехать в Москву и сдвинуться с мертвой точки. В этом видео мы поговорим. Вахта все-таки или Москва? Что лучше? Север? Жизнь в будке? Или страшные серые слякотные московские будни? Походы в офис, спуски и подъемы в метро и прочая дичь. Короче, присаживайтесь, ребята, успокаивайтесь. Будет такой неплохой разговор, где мы все-таки подумаем, вахта или Москва? Но сначала давайте глянем рекламу, которая помогает продолжить мое творчество на ютубе. Также напоминаю, что у нас поступили европейские феромоны, то есть парфюмерия с феромонами. Хотите, верьте, хотите, нет. Она подбирается индивидуально по вашему дизайну человека. От вас нужно прислать дату рождения, свое имя, и мы вам рассчитаем индивидуальный ваш феромон. Не забывайте, ребята, что даже сексуальное влечение у человека вызывается по запаху. Или ты думаешь, просто так, у какого-нибудь парня, простого, невысокого роста, самого обычного, столько девушек? Да нет, конечно. В 21 век ученые уже настолько двинулись вперед, что ты даже не представляешь, насколько. Пиши 8-916-756-1776. Я лично все рассчитаю и отправлю тебе самый лучший парфюм с феромоном. Из нашего красного чемодана любви, стресса, секса и желаний, конечно же, ребята, я вам сейчас покажу вот такую вот одну очень красивую посылку. Вот такая посылочка у нас отправляется Федору Евгеньевичу, человек 1949 года рождения. Первый раз берет, говорит, очень много сомнений, но я, говорит, Дима, интуитивно, подсознательно чувствую, что мне нужно. У него 12 вариантов феромонов было по его дате рождения. Я просто обалдел, да. Он, к слову, взял аж два флакона и два получил в подарок. Друзья, переходите, читайте отзывы, да. У нас люди из жен находят девушек. Год назад парень брал, нашел другой, от него девушка ушла. Прям вот нашел девушку, у них и секс, и все уже было, да. Друзья, очень много примеров, да. Есть и парень по прозвищу Трудяга заколачивает сваи, который ходит по свадьбам и просто знакомится со свидетельницей. У него хобби такое, да. То есть много, ребята, примеров, много всего в телеграм-канале. Но у феромонов есть одна особенность, да, у вас должна появиться точка в сердце. То есть если вы об этом думаете, если интуитивный позыв есть, то стоит брать. Если ничего этого нету, то даже не надо деньги тратить, да. Парфюм хоть и хороший, но все-таки цель, опять же, чтобы у вас появилась точка в сердце, чтобы вы раскрылись, чтобы вы почувствовали эту силу, чтобы вы нашли спутника жизни, либо хотя бы просто чуть-чуть поразвлекались, чтобы вот у вас что-то такое, вот какой-то вот сподвиг был, да, а не просто так, что хороший парфюм. Иди вон в магазин и покупай хороший парфюм. Там он тоже есть, правда, 10 тысяч стоит, а у нас 2-3 тысячи. Но это не суть. Главное вот, ребята, чтобы интуитивно вы поняли, что да, оно мне надо. Ладно, друзья, все, хватит, да. Это не реклама, ничего, это просто я вам говорю к слову, да. Я хочу сказать следующее. Вот смотрите, да, давайте по порядку. Мне на глаза попалось одно объявление. Требуется электрогазосварщик на вахту. К слову, 2 недели назад я разговаривал со своим подписчиком, да. Захожу в аптеку, и там стоит чувак, смотрит на меня вот так пристально, да. Разговорились, потом он мой подписчик. Он говорит, Диман, я вот в эту межвахту успеваю только полечиться. Я говорю, болеешь? Он говорит, болею, страшно. Я говорю, а понимаешь, от чего ты болеешь? Он говорит, ну тяжелый климат, там все, работа. Я говорю, нет, это эмоциональная усталость. Я говорю, ты вот чувствуешь апатию, чувствуешь, вот. Он говорит, да, я не могу вырваться из всего этого. Ну а куда деваться в городе, зарплата там 30-40 тысяч, говорит. У меня, говорит, ипотека, двое детей, я, говорит, понимаю. Я говорю, как ты думаешь, сколько ты сможешь вот так вот протянуть? Он говорит, ну скорее всего, недолго, да. Я говорю, ну блин, ну я говорю, примерно. Ну мужики у нас 45-50 лет, все, это уже все, ну утиль просто. На него смотришь, ему 40, как будто ему 79 лет. Ну понимаете, люди, то есть себя просто изнашивают, да. И вот вы здесь подумали, ну наверное, да, если в Москву перееду, все будет прям так хорошо. Вам, конечно же, интересно, сколько человек, сварчик-то зарабатывает. Вот смотрите, у него вахта, да. Он работает, там получается, месяц через месяц. Месяц у него оплачивается 12-часовой рабочий день каждый день. Это получается по 800 рублей в час у него ставка. Обед, все за счет работодателя. Перелет, все за счет работодателя. Роба, одежка, все за счет работодателя. И получается, что на руки он получает в районе 200, он сказал, 20 или 30 тысяч. Я говорю, слушай, ну за месяц это неплохо. Он говорит, да, но только в следующий месяц у меня полностью неоплачиваемый. Я говорю, стоп, братан, если ты говоришь, что у тебя 800 рублей ставка. Вот смотрите, я сейчас просто в уме уже сижу. Вот смотрите, 800 рублей умножаем на 12. Мы получаем 9600. Теперь 9600 это в день. Умножаем на 30. Получается 288 тысяч рублей. Человек-сварщик с аттестациями должен получать вот такую сумму. Но ему платят 220, он сказал 230. То есть 288 тысяч минус 200, ну ладно, 30 тысяч. Получается 58 тысяч рублей как-то исчезает из вот такого вот подсчета. Но я так понимаю, да, никто у нас тут не святой. И перелеты, и питание. 60 рублей как бы по 2000 в день. Ну пусть там питание, да, по полторы и по 500 рублей за перелет туда-сюда вычитают. Да, поэтому, ребята, оно примерно так и есть, да. Что такое, собственно говоря, 230-220 тысяч? Это довольно, ребята, неплохая зарплата. Но, опять же, ты представляешь, что такое? Работать каждый день. Вообще каждый день в течение месяца. Он говорит, я приезжаю, первую неделю сплю, вторую неделю прихожу в себя, третью неделю лючусь, четвертую неделю я с семьей, ровно с семьей, потом опять улетаю. Все. Так всегда. То есть семья. Смотрим внимательно. Ипотека 22 тысячи, 230 тысяч, делим сразу на два. Получаем 115 тысяч. Сто, сто, пятна, диман, ты че, вроде не пил. Сто, пятнадцать тысяч, минус 22 тысячи. Получаем 93 тысячи. 93 тысячи. Остается после вычета ипотеки, да. Теперь 93 тысячи, минус то сколько питания? Ну, давайте так, двое детей, там то, сё, пусть он не ест ничего из этой семьи, ну, хотя бы, я думаю, тридцатку она точно на продукты тратит у него. Минус 30 тысяч, остается 63. ЖКХ, ну, минус в среднем, там, зимой семь, летом четыре. Ну, давайте, пять пятьсот, пять пятьсот. Получается 57 тысяч. Минус, ну, сколько на детей, на шмотки? Ну, слушайте, ну, на одного, наверное, в месяц, ну, где-то 15-30. На двух, давайте, возьмем в среднем 25, минус 25 тысяч. Получается 32 тысячи. Ну, жене, там, я не знаю, косметологу сходить, педикюр, там, не знаю, пищечку побрить. Ну, пускай там, ну, ладно, один раз к приезду побрить пищечку. Пускай, ладно, еще пятнашка. Пятнашка. Остается 17500. Ну, пусть у них тачка есть. Минус 3000 на бензин. 14500. Пусть еще сколько? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну, что, что, что еще? Ну, какие-нибудь непредвиденные расходы в виде, там, я не знаю, там, колесо лопнуло, либо у ребенка там какие-нибудь, да? Ну, сколько? Ну, непредвиденные это 10, ребята, это точно 10. Двое детей надо. 4500. Вот остается 4500. Пусть из вас каждый еще внесет сюда какие-то расходы, которые он посчитает нужным. То есть, из общей всей вот этой зарплаты остается 4500. Дальше мы с ним разговариваем. Он говорит, так и так, болею, стрессую, не остается денег, почти ничего. Я говорю, слушай, ну, сумма-то вроде хорошая. Он говорит, ну, а ты посчитай. И вот я посчитал, ребята. Вот сейчас я посчитал. Денег не остается практически ни хрена. Денег не остается ни хрена. И, следовательно, какой вердикт? Пацан пашет. Ипотека. А, ну, непредвиденные расходы. Я уверен, какие-нибудь кредитки есть, кредиты небольшие, которые тянут, тянут, тянут. Если даже там остается то, что, как говорится, у нас на циферблате, да, появилось, то это уже хорошо, да. Это уже хорошо, да. Вот примерно такой вот исход. Я не знаю, ребята, хорошо это, плохо это. Люди выживают, выживают. Есть вахты разные, да. Напишите, если вы кто-то на вахте, если у кого-то больше, да, доходы. Мне будет интересно посмотреть. Я уверен, это, конечно, не предел мечтаний, но все же, да. Теперь давайте про Москву поговорим. Вот у меня человек. Он уехал работать. Работа на микроавтобусе. Вахтового типа. Да. Смотрите, что нужно делать. У тебя общага. Номер. Длинный и окно. Так, четыре койки. Так, четыре койки. На этих четырех койках еще сверху по четыре койки, да. Получается. Тут восемь, тут восемь. Шестнадцать человек. Комната, я не знаю точно сколько метров. Ну, такая, не прям сказать, что тесная. Но, ребята, понимаете, да. Два холодильника, здесь холодильник, здесь холодильник, да. И два рукомойника. Тут рукомойник, тут рукомойник, да. Что нужно делать? Нужно ездить по всей Москве на своем вот этом вот микроавтобусе. И в офисное здание дзынь-дзынь, шлагбаумы тебе открывают, заезжаешь, ковер берешь грязный и суешь. Оплата по фактическим кубометрам, как я понимаю. Вот сколько у тебя кубометров грязных ковров накопилось, сколько ты привез, столько ты и заработал. Но он говорит, у меня от ста двадцати пяти примерно выходит до ста тридцати пяти, ста сорока редко. Вот так. Сейчас осень, да, будет чуть больше, но в основной момент вот так вот. Я говорю, хорошо. Я говорю, какие у тебя расходы? Он говорит, расходы у меня плюс-минус колоссальные, потому что у него дома, сам он из Тамбовской области, да, тоже ипотека. Я ее, говорит, нахрена-то взял семь лет назад, она меня душит, да, хоть она у него немного и меньше, да, у него там как бы, типа, ну, евро двушка, а-ля это однушка. Что-то 17-18 тысяч он платит, да. Также у него семья дома, да, у него один ребенок. Но в конечном счете повысчитывали, да, и получается, что у него плюс-минус там на конец месяца в кармане остается так же, как и у первого нашего героя. 10-15 тысяч, да. Он говорит, я не отложить не могу, я не могу, вот как там вот рассказываешь видосы, кто-то раз там поехал отдохнул куда-то. Тоже такого ничего нету. Денег никогда нету. Я говорю, ну смотри, ты живешь вот в этом вот бараке, да, что ты, на что ты тратишь? Он говорит, да, абсолютно на все. Но, говорит, во-первых, у них нет абсолютно никакого питания. Если тебя на вахтах на севере кормят, питания здесь нет. Ты должен где-то среди дня вместе с грязными коврами там заварить какой-нибудь условный дошик. Ну это я шучу, конечно, ты будешь питаться в каких-то кафешках, там, не знаю, в дешевых, либо в каких-то бургерных, либо в каких-то чебуречных, да, там, твои проблемы. Он говорит, вечером я стараюсь уже на ночь нажираться, колбаса у меня там, какие-нибудь ливерные пирожочки, да, все лежит в холодильнике, да, у мужиков тоже там что-то есть. Короче, как-то вот так вот живем, да. Но, по сути, это ад. Это ад. Я говорю, сколько у тебя уходит, он говорит, смотри, на пожрать просто в Москве у меня уходит 35-40 тысяч. Это просто по мелочи. Это один нормальный обед где-то и вечером вот перекусить. Ну и с утра там какую-нибудь лапшу быстро сожрать и рвануть. Понимаете, да? То есть из 120 мы 40 вычтем, 80. Ипотеку домой из 20-ка, 60. Непредвиденные расходы там и жизнь семьи, дома, полтоса, у тебя чирик остается, чирик, все, десяточка. Что делать в такой ситуации? Вот что делать в такой ситуации? Конечно, ребята, очень сложно, очень непонятно. Ну, по мне, выход это какой-то один. Ты должен урезать расходы. Первое. Обзаводиться, наверное, квартирой, своей жилплощадью. Второе. Обзаводиться какой-то работой, где ты, например, работаешь либо на своем транспорте, либо работаешь каким-то своим оборудованием. Да, если ты сварщик как парень на в акции, тебе надо какой-то сварочный аппарат покупать, работать с выездами на себя. Если ты водитель как человек, ты должен, я не знаю, наверное, может тоже покупать какой-нибудь грузовик, я не знаю, газель какую-нибудь, заниматься частным извозом. Мне кажется, что ты будешь все немножко, но лучше жить. Потому что работа на вот эти корпорации, она подразумевает, ну, полную твою финансовую несвободу, это своего рода рабство. Ну, представляете, вот сейчас вот кого-нибудь из вас, да, в первом случае чувак в вагончике, он говорит, мы там все, ну, мужики, приходим, от нас там воняет, пот, запах, там носки, просто как будто там, я не знаю, мамонта, да, из Атлантиды достали, который растаял. И он смердит так, что хочется, я не знаю, просто выпрыгнуть с окошка тут же, да, вот. И то же самое здесь, он говорит, мы там после этих разъездов по Москве, там ни душ нормального, ничего, там друг другу там из полторашки яйца, говорит, полощем, это тоже как бы, ну, не очень-то и хорошо. Это, конечно, вообще трошняк, ребят. Ну, я просто рассказываю, как может быть, как живут люди, да, как бывает и как желательно, не надо, чтобы было, да. Вот, ребята, делайте выводы сами, если кто-то там сидит сейчас и думает, что у него плохая работа, может быть, у него и не такая уж и плохая работа. Я готов почитать ваше мнение в комментариях, ребята, если вы хотите рассказать о себе, о своих заработках, да, также пишите на мою почту, там, пишите на номер, куда хотите, ВКонтакте, да, Москва Туту, группа сейчас очень хорошая, да, можете туда писать, да, там будем уже как бы обсуждать, делиться, да, возможно, дружить, строить комьюнити какое-то и так вот, как-то вот потихонечку, да, кто хочет приобрести курс по переезду в Москву, который основан на моем опыте, также можете приобрести, ребята, ссылочки все будут в закрепе. Я вас всех люблю, не отчаивайтесь, даже если у вас задница, да, есть хорошая поговорка, что выхода нету только из гроба, а в остальном справимся. Я вас, ребята, всех люблю, лайк, подписка, колокольчик, до скорых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok